У нас, на самом деле, очень много. У нас жалуются все, но почему-то боятся выходить. Ну, на работе, конечно. А как у нас называется сейчас управляющая компания? В 2018 году ее меняли, да? Как-то она называлась просто «Люстик». Ой, у нас «Капитель» была и «Квартал», и «Новатор» был. Я не знаю, у нас «Спектр» был. Нет, «Спектр». «Новатор» у нас он и есть. А сейчас интересно, какая у нас компания. Они прячутся от нас. А вообще в домах очень холодно, я так понимаю? В домах тепло. Единственное, что очень плохо поставлены окна, и сок он очень сильно продувает. А так у нас, в принципе, и у нас проблемы вот... Ну, очень хорошо, вообще топят очень жарко. Ой, ночь очень жарко, а днем, ну, так. Можно спать на этих батареях и на батареях. Если вы пройдете к мусорным бакам, у нас вот все вот, все задажено абсолютно. Да мне не очень плохое. Воды и вода. У нас раньше здесь андатры бегали. Какие-то вот, ну, куча птиц была. А сейчас вообще никого не вижу. Да вот шестой дом. Загляните в окошко подвала. Там просто ужас. Просто. И за шестой дом везде. Ну, а главные жалобы. Вот что... Почему вы... Ничего не делали? Просто дворники не убирают. Вообще не ведут. Мы уже сами здесь подметаем. Иногда только мусор единственное, что-то вывозится в этом году. У нас... Сами мы подметаем в подъездах, убираемся. Сами ремонты делаем. Еще и сами делаем. Здрасте. А при этом плату взимают, да, я так понимаю? Плату взимают по полной, да, по полной. Нет нормального освещения внутриквартального, да. Внутриквартальные стоят столбое освещение. Фонари уже готовые, да. Пять лет сколько домов, столько они стоят без света. Ну, подключенные. Потому что они вот стоят как бы между первой очередью домов шесть домов и вторая очередь шесть домов. И то ли они относятся ко второй очереди, то ли ни к чему не относятся. Они стоят, но не подключены, и почему-то их не подключают. Они никому ничего не объясняют. Говорят, якобы связано это со второй очереди, каким-то образом. Вторая очередь домов, шеи домов, они недостроены, сами видите, да? Два раза их достраивали, две фирмы брали и за это делали. Бросили уже почти достроенные дома, да? Вешеные деньги вложили, и в итоге они недостроены стоят. Никому не нужно. Просто миллионы зарытые в землю. Выезжаешь на трассу, даже у нас поворота, там единственный поворот, дорога, вы по ней въезжали. Она тоже не освещенная, в этом месте никакого света нет, опознавательных знаков нет. Даже главной дорогой должна быть трасса, да, что это за ворот, что есть растепенная дорога. Этого нет, уже тут бывали нас, мы, людей, да, по этой причине. Потому что темно, а у нас темно начинается уже с пяти часов вечера, да, зимой, допустим. Люди начинают выходить на дорогу, там, к остановке, чтобы дойти, которой до сих пор, кстати, нет. Глава района, я слышал, обещал построить остановку. Элементарной остановки автобуса нет, она находится, как бы, открытая, за полкилометра от этих домов, где-то там на трассе. У меня нет волшебной палочки, когда я сейчас вам тут все и фонарь в каждом подъезде, как там писано, это обращение граждан и благоустройство, и всех мы тут расселим, и все будет вообще, завтра будет коммунизм, даже если я сам сюда поселюсь, и всех, кто приехал со мной, заставлю здесь поселиться хотя бы на время. Поэтому вот это мы должны с вами понимать. Единственное, что я вам могу очень четко сказать, есть у меня поручение руководителя, Михаила Владимировича Дегтярева, разобраться полностью в ситуации. Заметьте, приехал к вам не министр ЖКХ, не министр образа, а именно там, вот в данной ситуации человек, который может, у которого есть полномочия попробовать объединить все это, филиал учреждения центра постинтернатного сопровождения краевого учреждения здесь будет открыт в самое ближайшее время. Для того, чтобы ребята, которые здесь получили семьи и все остальное, у них было здесь еще и вот вещи, мы их учили там или помогали, сопровождали и все остальное. Оно будет под патронажем Министерства образования. В самое ближайшее время оно будет сделано. Здесь открыт филиал, разберемся с помещением, разберемся с штатами. Ну, здесь будут те вещи, где все, кто нуждается, смогут прийти и получить некие консультации. Не защитную помощь, но и консультацию.